Приветствую. О, привет. Вот такое вот чудо. Ни одного проводочка, только огонь и вода. Даже не верится. Здесь у меня философия такая. Никакого электричества в принципе. В общем, что-то есть такое, что нельзя не рассказать, не оценить, не понять, не прикоснувшись к этому самому. И изначально это был не мотоцикл. Я хотел сделать просто двигатель, в нем разобраться, все настроить и посмотреть, как все это крутится, вертится, каждые деталюшечки попридираться, как-то все это настроить и просто насладиться его работой. Но для правого двигателя обязательно должен быть маховик. И тут родилась идея поставить туда колесо. Ну а раз колесо, ну само собой напрашивается мотоцикл, потому что это самая маленькая и двигатель маленький. Ну в общем, сделать надо мотоцикл. И так пошел проект развиваться в виде мотоцикла. Слушайте, он такой маленький, оказывается. То есть мне почему-то по видосам в интернете казалось, что он должен быть больше. Ну точнее как, любая машина с паровым двигателем, она ну вроде как заведомо крупнее машины с ДВС, но не в данном случае. Мы на маленькие полигонные испытания отправляемся. На маленький опять же полигончик. Все необходимое у нас с собой. Во-первых, запас воды. Для парового двигателя это важно. Ну и кое-что еще. Зачем все это надо, я пока не имею ни малейшего представления. Но думаю, там на месте разберемся. Интересный факт, о котором сегодня вспомнит не каждый. Первый раз в своей истории человечество сумело покорить скорость в 200 километров в час с помощью машины именно с паровым двигателем. Это случилось в начале 20-го столетия. С другой стороны, то событие стало для паровых моторов, но своего рода лебединой песней. Потому что да, затем была эпоха паровозов. Паровозы, кстати, тоже могли ездить очень быстро. Если говорить об автомобилях, а точнее о локомобилях, то есть о колесном транспорте с паровыми моторами, то с одной стороны, такие машины когда-то действительно выпускались и использовались. С другой, они давно уступили место автомобилям с двигателями внутреннего сгорания. Тем автомобилям, которые привычны нам сегодня. Но это мы говорим про автомобиль. А если перевести фокус внимания на мотоцикла, на технику с двумя колесами, то паровые мотоциклы никогда не выпускали серийно. Хотя, на самом деле, паровой байк появился впервые раньше бензинового. Кажется, где-то в середине 19-го столетия. Но что в середине 19-го столетия? Что в начале столетия 21-го? Паровой мотоцикл это только исключительно прототип, только исключительно самоделка. Философия его быть максимально простым, насколько это вообще возможно. Огонь, вода, пар, порши. Это двигатель. Чтобы его запитать, нужен пар. И как в обычном чайнике, мы берем воду, наливаем ее в котел и кипятим. Чтобы вскипятить воду, нам надо топливо. К сожалению, на этом мотоцикле было очень мало места и мне некуда было засунуть топку с дровами, чтобы углем дровами топиться. Поэтому он питается жидким либо газообразным топливом. В принципе, любым. Пропан, метан, гептил, растворитель, спирт, хоть и отработку. Единственное, что, кстати, на спирту что-то он у меня плохо работает. А так, отработка, керосин, растворитель, все что угодно. Ну, и с целью экономичности я в основном езжу на пропане, потому что его можно достать где угодно. А так, вообще, это мультитопливная система. Все жидкое, газообразное, все здесь прекрасно горит. Топливо из этих бачков подается в горелку. Горелка топит котел, образовывается пар и пар по каналу подается в двигатель. Двигатель состоит из двух частей. Это рабочий поршень и в этой части пар распределяется в разные стороны поршня. То есть, в нужный момент пар подается в одну сторону, а из другого выпускается. Когда перейдет некий момент, все это меняется наоборот. Так все и работает. Если обычный, грубо говоря, мотоцикл, мы ключ повернул, кнопку нажал, он завелся. Здесь такая история не прокатывает. Здесь еще проще. Здесь просто нужно открыть пар. Да, это если у тебя здесь горячая вода. А если как сейчас, то сначала нужно полчасика топить. Правильно? Ну, про это лучше не говорить. Ну да, в общем, надо долго топить. Ну, для начала нужно его заправить. А что значит, заканчивается пар или газ? Ну, обычно по-разному. Смотря сколько зальешь воды. Меньше воды зальешь, быстрее протопится. Потом еще зависит от топлива. Керосин, например, медленно расходуется. Но он дорогой, поэтому я езжу на газу. Газ быстрее расходуется. Хватит. Мощность двигателя. Разумеется, создатель ее измерял и намерил две лошадиные силы. Ну, или где-то там полтора киловатта. Вряд ли здесь имеет смысл говорить о какой-то аптекарской точности. Но в любом случае, пару лошадок есть. Что интересно? Необычная машина, необычно во всем. Привод на заднее колесо осуществляется не цепью, не карданом, не ремнем, а с помощью вот такого штуна. Причем вот что интересно. Подобную схему часто можно увидеть, что часто всегда можно увидеть на тех же паровозах. А если говорить о мотоциклах с двигателями внутреннего сгорания, то она тоже встречалась, правда, очень редко. В частности, можно вспомнить мотоцикл Хильдербранд и Вольфмюллер, если я правильно произнес название этой очень непростой немецкой марки. Так вот, он был оборудован двигателем внутреннего сгорания, но там шатун этого двигателя непосредственно крутил ведущее колесо. То есть это был очень странный бензиновый мотор без поддона картера, естественно, без коробки передач. В нем вообще было маловато деталей. Причем те машины выпускали серийно, как бы удивительно сегодня это не звучало. А здесь, конечно, все это выглядит экзотикой. Ну, сперва он, конечно, работал просто на столе. Человек держал просто кусок рамы. Я подавал туда воздух, колесо вращалось, весь стол тресся, прыгал по всему гаражу. Нас это очень удивило, очень понравилось. И руки чесались уже делать все дальше. Ну и когда мотоцикл был готов, я, конечно, все заправил, очень волновался. И когда я стартанул, он поехал назад, а не вперед. Как определить, что оно все готово к эксплуатации? А вот есть манометр, который показывает давление пара. Это давление топлива, а это давление пара. Вот этот реактивный гул, который сейчас раздается, это звук, с которым топится котел парового мотоцикла. Там ведь какая история? Вот здесь у нас газовая горелка, труба проходит через бак с водой, и здесь выхлопная система. Такой авиационный звук, я бы сказал, совершенно не паровозный. Так, топить мы закончили. Что дальше? Уже можно ехать или еще пока не готово? Сперва нужно прогреть двигатель, поскольку у нас пар, он, охлаждаясь, превращается в воду. И надо, чтобы двигатель был горячим, чтобы пар оставался паром. Ох! То есть вот это все нормально, капли и все прочее, да? Да, вода охлаждается, пара охлаждается, превращается в воду. Вот практически перестала капать, значит двигатель прогрелся. Этот байк, конечно, эксперимент, это, если хотите, прототип. Интересно, кстати, что в нем нет вообще никакой электроники. То есть тут вообще никакой электроники, и, естественно, нет стандартного прикуривателя. А если бы был, я бы напомнил, что всякому циклисту не помешает иметь мотокомпрессор Berkut, потому что это компактная, очень удобная штука. И, кстати говоря, я могу теперь в этом поручиться, она на редкость надежная, потому что у меня этот компрессор накачал не один десяток колес за все время использования, в том числе и в интеграциях. В общем, это отличная штука. Маленькая, удобная и надежная. Теперь все, дальше к покатушкам. Ну что ж, попробую прокатиться. Абсолютно бесшумная машина, когда перестала работать вот эта вот турбина, еще поди догадайся, что он вообще заведен. Так, собственно, надо просто крутить ручку. Ух ты, блин! На самом деле дико странно, потому что, ну вот, как бы паровая тяга, это не двигатель внутреннего сгорания, это не электротематика. Это нечто вообще отдельное. И это сложно описать словами. Это на кончиках пальцев по-другому просто чувствуешь такую технику. И вот, ну как бы в моем лексиконе нет тех выражений, которые могут это передать. Но это прям дико интересно на самом деле. Здесь есть два сигнала. Первый, это чтобы предупреждать задевавшихся пешеходов. А второй, чтобы дать сигнал всем на дороге. Он выглядит вот так вот. Господи! Слушайте, я почему-то был уверен, что у парового мотора абсолютно лютейший крутящий момент на низких оборотах. Прямо вот как у электродвигателя. На самом деле не совсем так. То есть ему вот с низких скоростей трогаться чуть проблемно. Вот этот чух-чух-чух, когда начинает звучать чаще, вот тогда уже действительно мотор раскрывается. Сейчас еще кружочек дам. И можно заканчивать. Короче, первое впечатление было ошибочным, как мне говорят. Потому что давление сделали низким. Во-первых, я на нем никогда не ездил. Во-вторых, чтобы он как бы вел себя потише, я мог бы что-то там вам рассказывать. На самом деле вот сюда надо смотреть. Сейчас все будет прям по-взрослому. Когда у нас будет давление в 15 атмосфер, если я правильно понимаю, я попробую еще разок на нем проехать, и машина должна вести себя совершенно иначе. На самом деле да, это истинная правда. На 15 атмосфер абсолютно другие ощущения. Скорость он набирает бодро. Причем, наконец-то, да, появляется та самая паровозная тяга, про которую так любят упоминать автомобильные журналисты. То есть ты ручку приоткрыл, он попер такими толчками. Бух, 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 бух. И пошел, пошел, пошел. И хотя здесь, в принципе, принцип работы в чем-то похожий на двигатель внутреннего сгорания, но ощущения совершенно не те. Такие, как здесь, нигде особенно больше не испытаешь. Ну, самое первое, что мне запомнилось, это необычный звук пара, который выходит из двигателя. Он какой-то абсолютно необъяснимо необычный. Он не похож ни на что, что вы слышали и видели. Вот это чуханье с определенным ритмом, чем-то похоже на сердцебиение. И у этой машины зародилось как бы сердце. И я это сразу почувствовал по вот этому вот чуханию необычному. Очень интересная и довольно дикая история, согласитесь. Но знаете, что по-настоящему интересно? То, что для создателя вот вся эта история, это, конечно, способ хорошо провести время, но это еще и учебная парта. Потому что на примере этого маленького байка он как бы разобрался, как в целом работают эти системы, как построить паровоз, и сейчас строит. Спустя какое-то время он сделает уже по-настоящему большой, тяжеленный паровой мотоцикл, на котором всерьез планирует отправиться в путешествие. Ну да, это будет не кругосветка, конечно, но это будет дальнобой. И вот представьте себе, третье десятилетие 21 века по дороге едет паровой мотоцикл. Я не могу себе представить, как это будет выглядеть, но очень надеюсь, что удастся на это посмотреть. В общем, у меня на сегодня все. С вас, как обычно, лайки, дизлайки и комментарии экспертов, разумеется. Перед самым выходом видоса мои знакомые из Владимира попросили вам сообщить, что 3 сентября в этом славном городе будет проходить кастом-пати. Собственно говоря, афишу я сейчас повешу на экран, чтобы вы поняли, о чем речь. И ссылка, разумеется, будет где-то там в подвале в описании, чтобы вы еще лучше поняли, о чем речь. От себя я добавлю только то, что собираюсь туда съездить. 3 сентября, я напомню, вроде все складывается, так что кто-то уж соберется, с теми повидаемся. Пока!